Оборудовал схроны со взрывчаткой ФСБ задержало работавшего по заданию спецслужб Украины жителя Крыма. 24 января 2020 года, 18-6. Роман Чумаев. На Крымском полуострове задержан местный житель, оборудовавший в Симферополе тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. В схронах обнаружены электродетонаторы, запалы, взрыватели и брезантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Крыму задержали местного жителя, оборудовавшего схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и брезантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов. Говорится в сообщении. В отношении задержанного следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по статьям незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Ч. 2 статья. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отмечается, что подозреваемому уже избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, пояснили в ФСБ. Спецслужбы Украины не оставляют попыток совершить провокации на российской территории, заявил в эфире радио «Спутник» политолог Иван Мизюха. Впрочем, он отметил, что им не удастся реализовать свои намерения, поскольку правоохранительные органы поддерживают высокий уровень общественной безопасности. Мне кажется, что тот человек, который хотел совершить провокацию в Крыму, либо идеологически зомбирован современной украинской националистической пропагандой, либо мотивирован большими денежными средствами. В свою очередь, доктор технических наук, профессор Нью-МГСУ Александр Комаров заметил, что изъятое взрывчатое вещество массой свыше 5 кг могло нанести значительный ущерб инфраструктурным объектам на территории Крымского полуострова. Взрывчатка обладает очень мощным разрушающим свойством, срезает все опоры и т.д. Так, например, сносит дома. Поэтому если планировалось такую взрывчатку расположить под несущими конструкциями, то ничего хорошего для этого объекта не было бы, цитирует его радио «Спортник». Пособники экстремистских организаций и зарубежных военных ведомств. Отметим, что случаи задержания в России лиц, ведущих ту или иную противоправную деятельность в пользу Украины у украинских экстремистских организаций, не являются редкостью. Так, в октябре 2019 года в городе Саки Республики Крым задержали гражданина РФ, приверженца нацистской идеологии и члена украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму. У него изъяли бутылки с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также компоненты и инструменты для изготовления СВО. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств. Также по теме. Планировал взрыв в Мурманске. ФСБ задержало готовившего теракт сторонника правого сектора. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сторонника украинской радикальной организации «Правый сектор». Россиянин планировал. При этом спустя месяц по подозрению в государственной измене были задержаны два человека, гражданка РФ в Севастополе и гражданин России, военнослужащие Южного военного округа в городе Оксай Ростовской области. По данным ФСБ, они целенаправленно осуществляли сбор секретных сведений военного характера по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. В их отношении были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 ТЮК России «Государственная измена». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Согласно нормативным актам, под Госеизменой подразумеваются совершенные гражданином РФ в шпионаж и выдачей иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Эти сведения подозреваемый может получить в ходе прохождения службы, а также на работе или учебе. Кроме того, в декабре сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника Украинской праворадикальной организации «Правый сектор» гражданина России 1983 года рождения, который планировал устроить взрыв у административного здания в Мурманске. Его задержали при изъятии бомбы из тайника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.